Друзья, добро пожаловать на геймстези. Зовите меня Джекман, мы продолжаем проходить третьего Ведьмака. В общем, я продолжу выполнять побочные задания, потому что их у меня скопилось достаточно немало. Давай смотреть, чем будем заниматься. Кулаки ярости не хочу, скачки не хочу, защитник веры. Восстановить все разрушенные святилища. Осталось восстановить еще одно святилище. Задание будет выполнено. А где это у нас находится? Что-то знаешь? Нет, наверное. Я этим сейчас заниматься не буду. Это задание будет логичным выполнить тогда, когда я буду заниматься вопросительными значками. Так что... Мне кажется, тут просто будет по пути. Так что отпадает. Смотрим дальше. Золото дураков. А что, я уже выполнял это задание? Два пункта выполнено. Одолеть бандитов выполнено. Поговорить с Йонтеком выполнено. А сейчас надо смотреть свиней в деревне Сворки, используя Ведьмачьи чутье. В странствую повелену Геральт пережил множество странных приключений, но немногие сравнятся с тем, о котором пойдет речь. Кто бы мог подумать, что обычная остановка деревушки, в которой странным образом не было никого, кроме горских головорезов, припирающихся с деревенским дурачком, закончится столь любопытнейшим образом. Ведьмак такого точно не ожидал. Хотя какие-то поздрения у него все-таки были. В общем, я вспомнил эту историю. Я пробегал мимо одной деревни и наткнулся на кучку бандитов, которые зажарили и хотели съесть свинью. Вот. А этот самый Йонтек так яро и отчаянно пытался им помешать это сделать, что они хотели его за это убить. Но тут так кстати появился Ведьмак. Встал на сторону бедолаги. Порубил нахрен этих бандитов. А потом я не помню. Там что-то Йонтек говорил про то, что эта свинья заколдована. В общем, звучит довольно интересно. Можно с этого и начинать. Куда это нам надо переться? Так. Прыгнуть к текущей задаче. У нас есть кнопка. Тут есть быстрое перемещение. Отлично. Так. Ну прежде чем отправляться в сворки, давай помедитируем. Восстановим жизни. Восполним эликсиры. Ай, красота. Птички запели. Солнышко встало. Лишь бы дождя не было, блин. Черт. Скорее всего будет дождь. Ладно. Хорошая кнопка. Вот эта вот. Которая позволяет прыгнуть сразу к текущей задаче. Пошли осматривать свиней. Вот та самая свинка, которую хотели зажарить бандиты и съесть. Ну то есть они ее уже зажарили, но не успели ее съесть. Не знаю. Может быть можно взять кусочек мяса? Нет, нельзя. Ну ладно. О, нифига здесь сколько свиней надо осмотреть. Они что, прямо в доме что ли находятся? Ладно. Давай осматривать. Вроде нормальная свинья. На медаль он сходит с ума. И он так был прав. Она заколдована. Так, теперь эту. Да, без сомнения это магия. Пошли дальше осматривать. А, все что ли? Больше не надо осматривать. Теперь надо поговорить с Йонтеком. Йонтек? Что такое? Ни хрена себе дурачок. Так он же маг. Так это ты их и превратил свиней, что ли, э? Йонтек. Ага. А нахрена ты их заколдовал-то, блин? Придурок. Как эти люди превратились в свиней? Так чаржи. Я дал Игорю ключ. А он собрал всех. А они пошли. Какой еще ключ? Ну, этот. Вот. Он открывает дом вебья. Ключ, блин. Ключ ищи какой-то. А откуда ты взял этот ключ? Откуда у тебя этот ключ? Нашел. Показал Игорю. А он сказал людям, что все пошли. А их и превратило. Хе-хе. Он что, реально дурачок или прикидывается? Взгляну-ка я поближе на этот дом в вепре. Где он? Ну, там. За горочкой. Идешь-идешь, а потом он. Понял? Я найду. Я не понял. Ладно, хоть Геральт понял. Так. 320 метров. Давай позовем плотву. Тут, короче, дело не чисто. Но мы же сейчас видели, что Йонток стоял и колдовал. Значит, он их превратил. Ладно, в общем, сейчас посмотрим этот дом в вепре. Получим больше информации. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что-то есть. Что тут? О, бандитосы. Так, Йонток. Ты меня чё, заподнюшь, что ли, загнал? Или чё? Я чё-то не понимаю вообще. Да не. Херня какая-то получается. Ладно. Сейчас я не буду пытаться думать вообще, чё происходит. Будем просто следовать заданию. Ну, здесь не так темно. Факел нам не нужен. Опа. Медведя завалили. Так, ещё. Ну, давай-давай, навались. Сразу, все вместе. По одному у вас не шанса. Чертёж, улучшенный стальной меч школы кота. Спасибо. Так, грибочки. Не будем отвлекаться на всякое растение. Так, а то чё? Ключ Йонток и правда подходит. Опа. Портал. На, сохранится. Не понял. Какой-то нахрен портал. Это не портал. Порталы не так работают. Это обычная магическая пелена. Ну, ты, смотри, вот так вот идёшь. И всё. Это как будто ты просто через арку прошёл и всё. Опа. Сколько следов. Следы множества людей и чего-то тяжёлого. О! Свинья. Медальон вибрирует. Значит, эта свинья тоже родом из деревни. Кажется, это прозвучало. Ты меня понимаешь? Ну ладно, попробуем. Один раз хрю, это да. Два раза нет, ясно? Так. Вот тебе кое-что по... Да, давай накормим. Не знаю, сколько ты тут сидишь, но, должно быть, ты здорово проголодался. Держи-ка яблочко. Что, вкусно? Давай поговорим. Ладно, давай поговорим. И он так говорил, что в деревне нет только травника и старосты. Должен быть, ты один из них. Зачем нам показывают шопу свиньи? Нельзя было другой ракурс какой-нибудь выбрать. Так, ты староста, ты травник. Ты Клаус, деревенский староста. Ты местный травник. Я слышал о тебе. Игорь? Очень приятно. Я Геральт. Это тот, который сказал, пошли, и они пошли. Что это за место? Знаешь, что это за место? Это гробница, это святилище. Ну, раз это дом вепря, скорее всего, это святилище. Мы в святилище? Так, я осмотрюсь вокруг. Все, что ли, поговорили? Подожди, здесь мне нужно осмотреться. До свидания. Так, это что? На рубашке следы от травы. Внизу торпа. Это должно быть того травника, Игоря. Не того, а вот этого Геральта. Он прямо рядом с тобой стоит. Так, эээ. Теперь понятно, почему дом вепря. Что за идиоты поклоняются обычным свиньям? Я еще понимаю, если бы там какими-то там, не знаю, кабанам. Это же обычный свинь. От нее осталась золотая монета. Здесь, наверное, держали золото. Так, поговорить со свиней. Подожди. Кто бы это не поставил, он знал, что делает. Чудища ловушек не ставит. Кто-то здесь есть. Взрывная ловушка. Кто-то и оставил свое дело, знал. Всюду полно ловушек. Надо смотреть под ноги. Какая еще взрывная ловушка? Это что, Геральт? Ничего же не взорвалось. Я ничего не вижу. Ладно. Так, тут, наверное, лучше поменять факел на огонек. Давай поплаваем. О, два сундука я вижу. Эй, Геральт, ты что вынырнул тут? Ныряй! И не выныривай. Второй сундучелла. Все, больше ничего нет. А, вот еще сундук. О, вот еще, ну. Тут ничего. Ну-с, пошли разговаривать со свиньей. Надо спросить про Йонток у свиньи. Здесь было несколько человек. Тащили что-то. А, вот. Ладно, давай поговорим. А, вот. Здесь лежало золото. Ты знаешь, что с ним стало? Надо обсудить это с Йонтоком. Кажется, я понял, что здесь случилось. Это святилище. Здесь лежала полная лохань золота. Йонток нашел ключ и показал его деревенским. А они позарились на сокровища. Но он и представить не мог, что золото под охраной проклятия. Чтобы снять проклятие, золото нужно вернуть на место. Надо спросить Йонтока, может, он знает, где оно? Чего? Чего? Ну? Про Йонтока что-то хочешь сказать? Это превращение злая шутка. Или его очень неловко наложили? Здесь было несколько человек. Да нет, блин. А вот и я. Так. Береги себя, поросенок. Все. Ну, давай ему дадим поесть перед уходом. Не знаю, сколько ты тут сидишь, но, должно быть, ты здорово проголодался. Держи-ка яблочки. Что? Вкусное? Береги себя. Постарайся не угодить на вертел. Так. Значит, про Йонток он нам ничего не скажет, да? А что он так завизжал-то, когда я начал уходить? Типа, испугался один оставаться? Ну, может быть, Йонток и не заколдовывал их. Возможно, Йонток, не знаю, нашел какую-нибудь книгу. И пытается снять проклятие. То есть, он сам не накладывал? Может быть, и так. Но Геральд почему-то его не расспрашивает о том, что, типа, чувак, ты умеешь колдовать. Типа, какого хрена вообще? Откуда ты научился? И Йонток ничего не говорит, что, типа, я пытаюсь там их расколдовать, мне не получается. Так. Я забыл огонек убрать, а сидя на лошади, я не могу убирать огонек. Классно. Чё это за место? Что за поселение? Разрушенное, покинутое. А, я тут был, точно. Вон дверь в погреб. Которую я выбил, и там нашел труп мужика, который закрылся от бандитов. А потом он сдох от голода там. Потому что бандиты закрыли дверь снаружи. И он не смог туда выбраться. Вот. Так. Платфа, ты вообще меня будешь слушаться? Нет? Так, Йонток, всё-таки по поводу... Чего? Волки? Готово. Деревня в безопасности. А, всё? Может, сейчас Геральт спросит его, какого хрена он колдует? Йонток! Я разобрался, что произошло с местными. На них наложено проклятие. Так, скажи чё-нибудь, чё ты молчишь-то? Так, а вот, почему проклятие на тебя не действует? А вот, любопытно, почему проклятие обошло только тебя? Потому как я с ними не пошёл. Так ты не брал золото из святилища? Нет. Ну что оно мне? Не знаю, купить мыло, чтобы лицо помыть. Проклятие вызвано кражей золота. Ты знаешь, где золото сейчас? Я спрятал. Надо его вернуть, и при этом должны присутствовать все жители. Ага, а это как же? Возьми золото, а я соберу свиней. Встретимся на мельнице, и все вместе пойдём в дом Вепря. Думаю, у нас всё получится. Мы спасём их! Я возьму золото! Надо как-то загнать свиней. Может, Акси? Определённо Акси. Ну, давай. Отсюда же и начнём. Так, Акси. Акси. Раз. Два. Так. Их девять. Двоих я уже отправил. Так. Третий. Четвёртый. Пятый. Пятый. Седьмой. 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 А, то есть не обязательно всех заколдовывать. Акси. Пятый. Акси. Это какое-то... Акси. Вот все, кроме Игоря. Игорь нас ждет. Помнишь, как придем, надо положить золото на старое место. Ага. Ты бери свиней, а я принесу и положу. Идем. Идем. Сейчас, скорее всего, по пути на нас будут нападать волки. Надо будет отбиваться. Чтобы. Так. Чтобы ни один свинтус не умер, в общем, надо. Бить очень сильно, чтобы волков очень быстро убивать. Поэтому мы выпьем гроб. А, плетутся, блин. Ну что, Геральт? Вот теперь ты, свинопас. Не все же баб трахать и монстров убивать, да? Нужно и свинопасом поработать. Почему бы и нет? Двигайтесь. Чудища. Они же их сожрут. О, вижу. Так, у меня гром кончился, твою мать. Тихо, 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 свиньи не дрогать. Свиньи, идите нахер. Свиньи, да... А почему свиньи такие тупые? Если это заколдованные люди, у них, наверное, мозги-то есть. Надо же убегать. Они прям стоят, смотри, и смотрят. Ой, тупые свиньи. Мне кажется, обычные свиньи умнее были бы. Они бы просто убежали бы. А они прям стоят, смотрят. Типа, ну, да? Че, подумаешь? Нас сейчас сожрут. Хотя, если бы они были, скажем так, мозгами как человек, то их и Аксием не нужно было бы подзывать. С ними можно было просто договориться. Значит, они тупые. Только Игорь, видимо, остался с человеческим рассудком. Но если мы сейчас их раскладуем, то здесь будет очень много голых человек. А среди них по-любому есть женщины, девушки. Ух ты, нихрена. Я снова стал собор. Спасибо тебе. Не время радоваться. Надо всех пересчитать. А откуда у вас одежда-то, я не понял? Это не только моя заслуга. Бо-бо. Я не позволю его обижать. Вы че, охренели что ли? Кто первый поднимет на Йонтека руку, тот ее и потеряет. Тихо, тихо. Мышь просто... Этот стражил у нас живо порубит. Пойдем-ка отсюда. Фух. Спасибо. Да, лучше тебе в деревню не возвращаться. Найди себе какое-нибудь другое место. Ну... Ладно. Походу, Йонтек... Нет, не заколдовывал их. А эти люди, как были свиньями, так и остались. Даже после того, как я их расколдовал. Ну, потому что они повели себя, как свиньи, блин. Мы их только расколдовали, а они сразу два виноватых искали. Давай сразу Йонтека обвинять. Хотя этот чувак чуть ли не своей головой рисковал, чтобы защитить их, блин. Так, подожди. А я могу это с золота взять? Я же ведьмак. Так, на меня чара не подействует? Нет, да? Ну, оно же вон красный подсвечено, ну. Геральт, хватай! Печально. Так, а чё? Давай смотреть дальше, что у нас там ещё интересненького есть. Приглашение от Кейри Мет. Провицатель правду скажет. Чё-то я это задание не видел. Зайти к Провицателю. Посреди Велинских лесов и болот есть придорожная часовенька, славящая одного из уже давно забытых богов. Там-то Геральт и повстречал иссохшего полу безумного старика, который твердил, будто может предсказывать будущее и согласился сделать предсказание и Геральту за небольшую плату. Вообще такого не помню. Вообще не помню. Ну ладно. А где это? А, ну в принципе недалеко. Можно и заняться. Почему нет? Но. Не буду я медитировать, просто ласточку приму и всё. Или помедитировать. Чтоб ночью не ходить, потому что сейчас скоро наступит ночь. Ночью я, что мы домедитируемся до дождя. Так, 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 давай. Никакого дождя, никакого дождя, никакого дождя, твою мать! Дождь. Как нет-то, блин. Естественно, будет дождь. Ай, ладно. Зараза. Как сказал бы Геральт. Гнездо чудовища. Здрасте, чудовище. Ай-ай-ай. Ох, нихрена не меня. О-хо, прям. Ты видел, нет? Там сейчас Геральт по рукам пошёл, блин. Окружили такие. Херакс, Геракс, со всех сторон, блин. Так, тихо, 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 тихо. Ласточка, ласточка, ласточка. Да, блин, Геральт, ну чё ты, куда ты? Твою мать! Не, нахер, очень серьёзные противники на самом деле. А-а-а! Довно! Кто тебе наворачивает? А ты, Геральт, почему не наворачиваешь сальтуки, а? В первой части только так наворачивал. А во второй и третьей почему-то перестал. Вход в нору нахеров. Чего? Герта, а Борель? Ты что, гули ищешь? Потому как добить меня некому. Мне уже последние дни остаются. И как я сдохнуть не могу. С детства такой крепкий был, собака. Ха, вы вроде уже встречались. Ага. Вытащили вы меня с под кучи трупов. А я тогда такой уверенный был, что меня зараза обойдёт. такой уверенный. Вспомнил. Послушайте, вы мне раз благодеяние сделали. Смилуйтесь и сейчас. Меч у вас острый. Кончайте это. Так, согласен. Я не буду тебя убивать. Блин, конечно, было бы очень милосердно с моей стороны это сделать. Потому что действительно у ведьмака меч очень острый и он умеет очень чётко бить так, чтобы вообще безболезненно. Но не знаю. Я не буду тебя убивать. Это тот чувак, который перевозил трупы людей, которые умерли от чумы. Вот. И Геральт его ещё предупреждал. Мол, типа, ты чё, блин, какого хрена ты этим занимаешься без всякой там, не знаю, там защиты. Что-то, короче, не помню точно разговор. Но, в общем, этот хвастался, мол, да меня никакая зараза не берёт и всё такое, типа. Вот. Дохвастался. А прикольно, да? Если бы я здесь не пробегал, то я бы и не увидел это. То есть, тут прямо, ну, ты можешь что-то сделать, а потом увидеть последствия своего сделанного. Тогда мы спасли чувака на берегу. реки, которого привязали и бросили на съедение этим утопсом. А потом оказалось, что он какой-то бандит. Тут вот то же самое. Ну, тут, конечно, история совсем другая. Так, ладно, в общем, давай, что, будем решаться, в общем, оставим, и он умрёт в мучениях. Либо он найдёт всё-таки где-нибудь в каком-нибудь гуле, и гуль его жёстко будет убивать, потому что он по-любому не остановится на этом. То есть, он не сядет и не будет ждать, когда он сдохнет. Он уж ищет монстра какого-нибудь. И тогда он будет умерять очень мучительно и болезненно. В общем, он в любом случае умрёт, так что... ты уверен? Да. Прошу вас. Сделайте всё быстро. А труп мой потом вспалите. Хорошо. Спасибо. Вот, держите-ка. Хотел я детям золото оставить. Только теперь не нужно им оно. золото. А почему детям не нужно это золото? Типа, они могут заразиться от этого золота или у него дети уже умерли от чумы? Он заразил всю свою семью. Но явно это не его дом. Он просто здесь ходит. Он, наверное, отсюда... Он, вернее, здесь... Ну, сюда он пришёл, короче, от людей, чтобы не заразить. И жил здесь. Искал пулей. А накеры буквально в двух шагах отсюда были. Но если бы он попал в лапы к накерям, они бы его просто жёстко разорвали. В общем, на самом деле я думаю, что я поступил правильно, что зарубил его. Так он, по крайней мере... Так, чё там где-то что-то ещё? Вот, пожалуйста, ещё накеры. Накеры. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Еще трое вылезли, ещё трое вылезли, сволочи. З act EDIT или глупишь какая тебе твоя- Твоё мать, я даже не могу Игни использовать и никто мне за это не платит зачем я так рискую из их гнезда я Не сказать, что прям какие-то классные вещи, но достаю Ну? Сколько мне еще ждать? Потиха, так Это вход в нору, нахер Так, отходим А, пока это взрывается, я тут сундук посмотрю, что Только воды О, тут что такое? Так, идем дальше Белый волк Я ждал тебя Подойди Подхожу? Ты знаешь меня? Я не знаком с тобой, но видел много раз У меня есть дар Я умею видеть будущее Твое тоже Подозреваю, что не забесплатно Много я не попрошу Если у тебя найдется что поесть Да, у меня есть еда Держи Спасибо Такой дар Заслуживает пророчества Ну слушаю Я вижу Белого волка Который входит в вековечные глубины Он поет гимн безумия И отчаяния И призывает того, кто не умер Ибо умереть не может Это не будущее Я это уже пережил А ты, должно быть, услышал в какой-нибудь балладе Чем старше я становлюсь Тем мутнее становится мой третий глаз А если бы ты принес драконий корень? Это редкое растение Редкое Но когда-то оно росло в пещере к юго-востоку отсюда Так, я посмотрю, что можно сделать Я не буду бегать за магическими кореньями Посмотрим, может, оно еще там О, ты вернулся Давно у тебя видение? С детства Как ты взяла меня, мамка, к деревенской ведьме Вот я и свалился в котел с какой-то чародейской бурдой Это называется бред, старик Это называется галлюцинация Прости, но у меня нет на все это времени Главное, чтобы тебе хватило времени на то, что действительно важно Так, найти драконий корень А да кто-то рядом Ну, давай последнюю ласточку выпьем Чую я, что Этот корень Мы просто так не раздобудем Я же говорю Мы так просто Этот корень не раздобудем Ну, ты посмотри Сколько здесь трупов Коровища Еще, смотри, так, черепа сложены Здесь что-то разумное Большое Страшное Кровожадное Существует Ну, в смысле, обитает Так что надо Оп Сохраниться И И Огонек И сразу меч Наготове Что там, гулишь что-ли Да? Второго уровня А что, они умеют черепа складывать? А ты что, Геральт, убрал-то? Тут вон что-то красное Еще есть А что такое красное здесь? На мини-карте я вижу красную точку Здесь должен быть противник Ну, может быть, сейчас выскочит что-нибудь Так, взять Топор Возможно, сейчас выскочит То самое, что И складывает черепушки Просто на гули Это вообще не похоже Гули, они тупые Они не умеют в искусство В инсталляции всякие Так Вот сейчас мы возьмем корень, да? Раконий корень Интересно, старик и правда Увидит с ним будущее? Что, реально, что ли? Ничего здесь не появится? Что так неинтересно? А нас перед входом так напугали Ай, блин Я думал, сейчас будет такая битва мощная Ну, ты посмотри Вот на это И то, что было в пещере Вообще, это Не знаю Несопоставимые вещи Субтитры сделал DimaTorzok Боги от нас Отвернулись О, ты вернулся У меня есть то, о чем ты просил Спасибо Дай мне минуту Я вижу волка Он бредет вперед К одинокой башне Наперекор метели Он Идет по следу Ласточки Но ласточка не слушает Волчьего воя Она взлетает Высоко-высоко Она знает, что Это ее Последний полет Пророчество и длинный Оставь меня Иди Иди уже Ну, видимо Этот старик не шарлатан Ладно Так Давайте мы на этом серию Эту закончим Друзья Надеюсь, вам понравилось Если вам понравилось То обязательно Поставьте лайк Если вы еще не подписаны На мой канал То обязательно подпишитесь Комментируйте Нажимайте на колокольчик Эти ваши действия Очень сильно помогут Развитию канала А с вами был Джек Желаю всем всего самого наилучшего До новых встреч